Уехать или остаться? Такой вопрос стоит сегодня перед многими иностранцами, которые живут и работают на Украине. Некоторые страны, такие как Великобритания, США, Канада, Германия и Австралия, рекомендовали своим гражданам покинуть украинскую территорию из-за угрозы войны. И многие последовали этим рекомендациям, но не все. Британец Томас Джонс, преподаватель английского языка, уезжать не собирается. Люди думают, что эмигранты могут вот просто так стать и уехать. Многие люди, такие как я, устроили здесь свою жизнь. Это совсем не так, как если бы я приехал вчера сюда в отпуск на неделю, а потом вернулся бы в Англию. Мне 52 года, а не 18. И мне не очень-то хочется спать с женой на каком-то диване в Англии. Конечно, если вдруг все станет очень серьезно, нам придется подумать о том, что нам дальше делать. Тогда и подумаем. Гражданин США Эндрю Кисел, отец двоих детей, также не намерен уезжать. На Украине он живет с 1992 года и хочет остаться в этой стране как можно дольше. Очередей за бензином нет. Люди ходят по магазинам в обычном режиме. Никто не торопится запасать муку или другие продукты. Жизнь продолжается. Мы все ждем, что через год, через несколько месяцев или, может, даже уже в эти выходные будет принято какое-то всеобъемлющее решение. И ситуация станет менее напряженной, говорит Кисел, который работает в Киеве консультантом. На прошлой неделе Белый дом призвал своих граждан покинуть Украину. В понедельник такие же рекомендации были даны американцам, проживающим в Беларуси. Оставшиеся на Украине работники дипмиссии США переехали работать во Львов.